Слава Богу, что он Он любящий Господь. Иисус сказал, что эта воля Отца дать нам Царство. И мы, Голос Победы, стараемся вам помочь, чтобы Царство Божие внутри вас и через вас было проявлено на максимум. С вами пастор Генри Мадава и, конечно же, в эфире Голос Победы. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь Бог, Он очень желает, чтобы Его правление... Что такое Царство Божие? Это правление Божие, там, где Он влияет. И это Царство, оно внутри нас и через нас. И Бог желает, чтобы оно проявлялось много в нас и много через нас на помощь другим. Давайте посмотрим и послушаем самое главное. И поймем, и зафиксируем информацию, потому что Божие Царство внутри нас. И оно желает проявляться через нас. Сегодняшняя проповедь называется «Царство Божие во мне и через меня». Замерите, что это не есть теоретические утверждения, это реалности, которые уже есть. Когда Иисус Христос пришел на землю, у Него было много миссий сразу. Но одно из ярких моментов Его – Он хотел, чтобы Царство Божие пришло на землю. Он даже дал ученикам своим учиться молиться, согласно Матфея, 6 глава, 9-10 стих. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, то есть Бог где? На небесах, Он не на земле, да святится имя Твое». 10 стих. «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе». И вот получается, что Иисус учил, что Бог, который на небе, желает, чтобы Его Царствие пришло на землю, и чтобы воля Его исполнилась на земле, как на небе. Царство Божие – это когда Бог со всем, что у Него есть, и кто есть, влияет. На небе – там Он влияет 100%, но на земле Иисус хотел, чтобы так стало на земле. Поэтому получается, людям нужно входить в Царство Божие. То есть, это Царство Божие – это определенная субстанция, которая есть, не физически, но она есть, а в Него надо входить. Вопрос возникает, как человек на земле может входить в Царство Божие? очень сложно входить туда, но очень просто. Вы скажете, пастор Геннер, ты сам себе противоречишь. Нет, я сам себе не противоречу. Вы когда-нибудь заметили, что если вам дали ключ открывать дверь, и у вас правилный ключ, дверь открывается легко. А если у вас не правилный ключ, похожий ключ, оно может открываться, но так туго, с такой войною. И потом спросите у этих двух человека, как открывается дверь? Один скажет, вообще легче легкого, а второй скажет, нет, очень трудно. Поэтому войти в Царство Божие легко и трудно. Все зависит от того, тебе попалось правильный ключи или нет. Запомните, все, что находится в Библии, все, что из Божьего Царства, оно достигается легко и трудно, в зависимости от того, какие ключи у тебя в руках. Смотрите, Иоанн 3, Главыз 3, стиха по 8, Мой. Вот так входят в Царство Божие. Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно говорю тебе. Он отвечает Никодим, который задал вопрос, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плод, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал, тебе должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Иисус сказал, чтобы войти в Царство Божие, нужно родиться свыше от Духа Божьего. Это легко, а это тяжело. Помните, когда вы не ходили в церковь, вы не знали Иисуса? Это было настолько далеко от вас? Миллионы, миллиарды людей, живущие на земле, не имеют доступ к этому новому рождению. мы сейчас смотрим, думаем, ой, как легко. Это похоже на пассажир, который дрался за билет в самолетах. И он выкупил, сидел в самолетах, он говорит, просто я принес билеты и сел в самолетах. Но он забыл, сколько миллионов там дерутся за эти билеты. Каждый раз, когда я думаю о том, что я мог бы не родиться свыше, я благодарю Бога, ведь я мог бы не родиться свыше. Я был бы потерян сегодня, как мух, который попал в самолет, прилетел в Африку, будучи украинской. Царство Божие приземляется на дух человека, рожденного от Бога. почему мы должны говорить людям об Иисусе? Чтобы они родились заново, чтобы они приняли Иисуса, чтобы Божия жизнь вошла и Царство Божие пришло. С этого момента, как мы рождаемся свыше, согласно Эфицианам 2, 18-20, Библия говорит, с этого момента, потому что через него и те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Скажите, я имею доступ к Богу. Итак, вы уже не чужие и не пришелцы, но сограждане святым и свои Богу. вот быв утвержден на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа края голным камнем. Заметите, что Эфицианам говорит, что с момента рождения свыше мы имеем доступ к Богу и мы свои Богу. То есть человек с того момента он удостаивается, он получил достоинство не в смысле разрешения, а он имеет права иметь все, что есть в Царстве Божьем. Скажи, я имею право. Ты имеешь Его достоинство. Скажи, я имею Его достоинство. Это надо внутри себя, чтобы оно было глубоко и крепко, как стержень, чтобы оно было. Я имею право, доступ, достоинство пользоваться всем, что находится в Царстве Божьем. До покаяния человек находился в Царстве тьмы. А как же вот мы родились свыше, а мы были в Царстве тьмы. И что там произошло? Как произошло обмен царства? Как? Библия говорит так, Колоссианам 1, 12 по 15. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вечего в Царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого рожденного прежде всякого твари. Заметите, мы родились свыше. Кто хочет покаяться? Я, выйди на покаяние, вышел, Господь прости мои грехи, и мы тихо, мирно, но в духовном мире в это время был бой. Вы понимаете? Царство тьмы у них шупалцы держали тебя, твою душу, твои эмоции, твое тело, своими похотями, страхами, они держали тебя, ты их собственность. И когда ты покаялся, сила Божьего Царства пришла, отрезали шупалцы, убрал, выгнал их, и взял тебя за рук. Когда ты сказал Амин, ты уже был в другом Царстве. Получается, важно нам понять, что же мы имеем в этом Царстве Божьем. Что мы имеем? Согласно того, что мы читали Колусианам, первое, имеем прощение грехов, искупление и свободу. У тебя Божия натура внутри. Твои грехи прошли, ты искуплен, все решено. Заметьте, что все ресурсы Царства Божьего тебе доступны. Благословения Божьего на тебе через Иисуса Христа. это обеспечение в этом Царстве, здоровье в этом Царстве, содействие Божие в этом Царстве. Англии Божьи, они сражаются за тебя и охраняют тебя. Он не только тебе привел в Царство, Он решил дать тебе силу, способности, какие есть в этом Царстве. первое, Он дал нам Духа Святого. Дух Святой это носитель Царства Божьего и сила Его живет внутри меня. Сила Духа Святого, которая в нас способна творить много чудес через нас. Когда мы проявляем силу Духа Святого, мы проявляем силу Божьего Царства. Евангелие от Люки 10, глава 3, стих по 11, я все читать не буду, выборочно, написано от Люки 10. Идите, посылаю вас, как акции среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы дальше. В каком доме приди, скажите, мир дому всему. Если там будет сын мира, останется ваш мир. Если нет, возвратится к вам. В доме оставайтесь, кушайте, пейте все, что там дается. Если придете, в какой городе и примут вас, ещите, что там, исцеляйте находящихся в нем полных, говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете, в какой городе и примут вас, то выйдите на улицу и скажите, праха, прилепивший к нам от вашего города отрицаем вам, однако же знаете, что приблизилось к вам Царство Божие. Когда Иисус ходил на земле, еще рождение свыше не произошло. Дух Сыр еще не пришел. Они желали Царства Божие, а теперь оно в нас. Скажи, в нас. Но заметьте, с момента Пятидесятницы Царство Божие уже пришло и уже в нас. Ученики Иисуса, это ты и я, мы являемся носителами Божьего Царства и Сили Его. Наша ответственность приносит людям действия Царства Божьего. Исцеление от болезни, свободу от бесов, воскресение мертвых, проповедь Евангелия приносит людям мир. Это наша ответственность. Господь Иисус Христос проявлял силу Царства Божия и Он поручил нам делать то же самое через Его имя. И второе и последнее. Бог нам дал Его силу не просто для того, чтобы мы ходили. Но Бог вложил нам силу Его в Царство Божьем много даров, чтобы влиять на мир и приносить Царство Божие везде. Мне нравится, как говорится 1 Петра 4 глава 10 по 11 стих. «Служите друг другу каждым тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодать Божия». Говорит ли, то есть одни говорят этот дар, говори, как Слова Божия. Служит ли? Служи по силе, какой дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Амин. Давайте подумаем. Первое. Бог дал нам различные проявления Его премудрости и даров. Разные. То есть когда мы проявляем эти даров, когда мы используем эти дары, мы распространяем Царство Божие. Дари не только духовные, между прочим. Многие люди, когда мы говорим о дарах от Бога, сразу апостол, пастор, учитель, пророк, евангелист. Нет. Дари таланты, они не только для храма. Бог призвал нас приносить Царство Божие людям. Там, где они живут, там, где они работают, там, где они учатся, там, где отдыхают и там, где они принимают жизненные законы и решения. Каждому из нас Бог дал способность и умение в разных направлениях, чтобы мы приносили влияние Царства Божия тем людям, которые в нашем мире. Мне нравится, как написано в Библии. Все, что делаешь, делай от души, как для Господа. Колоссианам 3.16-25 Я не все буду читать. Слово Христово да вселяется вас обильно. Следующее. И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа благодаря через Него Бога и Отца. Жени, это тоже распространение Царства Божьей. Повинуйтесь мужям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен, не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унивали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Мне нравится фраза, как для Господа. Если мы должны делать, как для Господа, это означает, делай, как будто ты на небе, потому что он там. Не воспитывай ребенка, как будто ты на земле, воспитывай ребенка, как будто ты на небе, и Бог смотрит, ангелы учатся, делает так, как будто ты делаешь на небе. Проявляй Царство Божие везде. До полного потенциала развивай эти таланты, развивай умения, которые внутри тебя, чтобы достичь полного потенциала того, что Бог вложил в тебя. Римлянам 14-17 написано, ибо Царство Божие не пишет питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе. Везде, где бы мы ни были, мы работаем, мы учимся, мы отдыхаем, мы призваны распространять, характеристики и атмосферу Царства Божьего. Его праведность, его мир, его радость, все это в Духе Святом. Царство Божие уже пришло, Царство Божие внутри нас, и ты и я, мы сотрудники у Бога для расширения Царства Божьего на земле. Конечно же, слава Богу, когда я узнал, что Царство Божье во мне и через меня, это стало для меня целью, как бы проявлять то Царство Божье, которое внутри меня. Сначала я узнал, надо, чтобы Царство Божье во мне расширилось много, и когда оно во мне много, больше, чем нужно, оно начнет проявляться через меня. Дух Святой является носителем Божьего Царства, и этот Дух Святой, он пришел не просто, чтобы отдыхать в нас, он хочет проявлять себя через нас. И поэтому вы сейчас увидите несколько свидетельств людей, которые получили чудеса свои по одной причине. Царство Божье в нас, и Царство Божье через нас. И после этого, помните, Бог желает через тебя Царство Свое проявлять. Давайте посмотрим. Слава Богу! У Наталии на протяжении целого месяца болела правое колено, и во время молитвы она исцелилась. Правое колено вы знаете какое? Вот это да. И сейчас не болит? Не болит. Вот вы можете ее сгибать? Нормально, да. А вы сегодня в церковь обеда первый раз? Нет, не первый раз. Господь, спасибо тебе за это чудо во имя Иисуса. У Людмилы длительное время были боли в голове, в сердце и в суставе правой руки. Во время молитвы боль полностью прошла. В суставе нету, нету боли в суставе правой руки. Да. Вы можете его двигать? И сейчас нету боли. Господь, я благодарю тебя за это во имя Иисуса. Раиса была головная и боль в колено сейчас молитвы были в колено. Какое колено? Сейчас нету боли. Еще у вас была головная боли? Еще есть немножко. У меня диабет сильный. Я 23-й год на инсулине. Сильно болела голова. Первая перестала голова болеть, а потом колено перестала. Господь, сегодня хочу, чтобы этот сахар ушел полно, сахарный диабет во имя Иисуса. Полностью. Спасибо тебе, Господь, и колено, чтобы боль ушла, и пусть этот сахарный диабет умирает полностью во имя Иисуса. Конечно же, это очень даже здорово и очень даже хорошо, смотря какого уровня понимания языка, для кого-то здорово, для кого-то очень хорошо. Но в любом случае, это потому, что Бог, Он есть наш Господь. И когда Царство Божие приходит к нам, как оно может вселиться в нас? Очень просто. Человек должен принять Иисуса Христа внутри. Он должен покаяться в грехах своих. И тогда Царство Божие приходит внутри. Если вы никогда этого не делали, я хочу это сделать с вами прямо сейчас. Помолитесь от всего сердца и скажите, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце, и пусть Твое Царство будет во мне во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву от души, от сердца с верою, то с этого дня вы Божие дитё. Если вот парадоксално звучит, вы теперь в Царство Божие, но Царство Божие теперь внутри вас. Получается, вы окружены изнутри и снаружи. Теперь хочу помолиться за вас. Господь, я молюсь за каждого, кто сегодня принял Иисуса или за те, кто уже давно знают Тебя. Я прошу, да придёт Царствие Твое в их жизни, да придёт исцеление, свободу, да придёт прорыв, да придёт мир, покой, радость, да придёт изменение в обстоятельствах жизни на лучшее, да будет воля Твоя в их жизни здесь на земле, как на небе, как Ты запланировал для них во имя Иисуса. Аминь. Я вас поздравляю. Пусть вас Бог благословит. Поздравляю с Новым Днём, с тем, что вы можете радоваться в Боге и в жизни. Напишите нам, расскажите нам, что вас радует в последнее время. Мы желаем радоваться вместе с вами, потому что Иисус наш Господь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова